Так, все нормально. А что ты все выставляешь? Ну, я ставлю, чтобы у меня типа не из мэмори, ну, не из ближайшей точки грузилось, а сначала трека. А здесь так и было. Да, ну тут я просто проверяю. Короче, ты меня просил играть прошлый год, а я буду играть много нового. И прошлый год тоже. Ок? Все, конечно, это твоя... Да, потому что... Ты рулешь, поэтому... Новые наушники. Вот. А, новые, да? А у тебя же были черные, да? Нет, у меня были синие, которые Adidas Edition. А, Adidas. Убитые в хлам. И мне ребята с даты, рейверы, там много людей подарили новые наушники на день рождения, даты в декабре. Я так обрадовался. Это просто было очень круто. Прям. И тоже синенькие, типа, блюда. Синенькие, типа, да, да. А это уже они сами сделали? Это же не Adidas? Это не Adidas, но это там Blue Edition. Там была такая, типа... Еще, ну, то есть, видишь, шнурок черный, но подушки все равно синие. И там, по-моему, в комплекте еще какие-то подушки тоже, по-моему, черные. Ты, короче, по Сенхайзерам гонишь, да? А ты что? Ты на Pioner? Я их с собой не взял. Они, короче, аналог. Ты видел, наверное, да. Да, но и звучат они получше. Я их тестил. Не так много высоких сыпет. И баса поболее, чем здесь. Да. Ну, там, кстати, да, здесь резонансик на высоких там. Да, да, да. Есть такое. Ну, я берушек, мне в клубе, наоборот, этот хат сыпет, потому что немножко поддавливает верха, и мне как бы нормально. Pioner я хочу. Я... В них MC, NDC. Возможно, там их спонсоры пиаре там, что-то как, ну, пионеровцы. Я помню еще какой-то с семеркой, что-то там 7 была модификация, тоже похожая вот такая. X7, X10? Наверное. А, семерка? Как-то там, X что-то там, H что-то там, DG7, что-то там. А посмотри этот, покажи свои беруши. Собой? Парки страшные. Я себе хочу на заказ сделать последовательную ухо. Такие же, да? А еще наушники есть такие. Я думаю, наушники делал такие. Да, блин, делай. Две пары. Ну, это первая пара, прости, если мне не страшно. Такие огромные. Это вообще с 2008 года. Я в них, кстати, до сих пор играю. А что за фирма? Ну, там фирма, я не помню, а фильтры стоят ER15. Тут дело в фильтрах все. То есть, можно сюда разные фирмы, разных компаний. Нифига. Вот нужно серию ER. Есть ER25, ER15. Определенные фирмы? Да, да, да. Определенные фирмы. А вот это я делал в Москве. Это ACS. Простите, там грязные. Вот. ACS вот эти делают. Они стоят, прилично стоят, но звучат линейно. То есть, они, в принципе, даже лучше звучат, чем эти. Но так как у меня на высокие частоты ухо реагирует очень остро, быстро устает, извините, начинает сильно. Я играю вот в этих, в которых меньше высоких. То есть, там чуть-чуть такой, ну, чуть фильтр подснимает, а эти такие, он более... Здесь более глуховатый, да? Глуховатый. Но все равно, на самом деле, они сравнятся ни с какими альпайнами, такими, знаешь, универсальными изобрели. То есть, звучат хорошо, прям, круто звучат. И это, типа, вообще, в этих... Вот в ER-ах играли, ну, вот до года, наверное, 15-го, очень, ну, вообще все звезды. Вот в этой серии. Я помню, там, Джереми Биттс вообще в минус 25 играл, говорю, как ты слышишь. Он говорит, ну, в основном, типа, на фестивале игр ставят эти. Агон, ну, нормально. Ну, у меня пятнашка. Пятнашка для клубов норм. А здесь сколько? Здесь 17. Здесь пятнашки не было. Это минус 15 дБ, а это минус 15, а это минус 17. Минус 17, да. Вот, такие дела. Короче... Я видел в Доктор Хэт Теруши по слепку минус 25 для диджеев и для музыкантов. Кири, многовато. Многовато? Да. Ты так жаришь тут, я тебя знаю. Ты будешь мониторы клубные полить. Ну, знаешь, не минус 25, это нормально? Много, мне кажется. Пятнашку бери. Ты ни хрена не услышишь. Тебе придется так жаривать мониторы, чтобы привычный раш получить. Бери пятнашку. Ну, или там, что-нибудь, типа, 15-17. Ну, знаешь, что? Я думаю, я возьму тело, а фильтры можно менять. 15-20. Ну, да, можешь сделать. Просто по слепку, вот, силикона выливают форму. Да, да, да. И все, и там. Все, фильтр покупаешь туда, и похуй. Че по лейблу, давай. Че новое? Да, дофига всего, но музыки... Ты у меня летом был. Я был летом. Вот с лета, че? Да че? Ничего, блядь. Куча новой музыки, огромное количество. Вообще, типа... А, новая музыка, которую ты собираешься выпустить. Да, да, подписанная. Подписанная новая музыка. Да вообще, типа, все вокруг этого вертится. Вечеринки нон-стоп. Это, да, у тебя каждый месяц по две штуки. Не, ну, по одной, плюс гастроли, плюс еще какие-то приглашения, плюс там... Ну, короче, да, что-то так насыщенно все сейчас идет. Весна вообще там насыщенная. В этом месяце, вот, в пятницу я играл сегодня у тебя. Потом мы делаем коллапс.орг в Щелково. Ну, это Фрязин, рядом с Фрязином. Там такое андеграунд комьюнити очень сильное. То есть не просто так мы там делаем. Молодежь, все любят именно такой современный драунбейс, который нам нравится. Я там играл два раза. Немного кто там играл. Нами, Блэк Баррел, Тиматик. Вообще феерия. То есть удивительный на самом деле случай, когда в подмосковном городе небольшом развилась довольно сильная сцена среди молодежи. Ну, хорошо, сколько приходит? Ну, немного, там 100-200 человек. Мы ожидаем где-то 200 человек. Но фишка в том, что... Я такого еще пока не встречал. Это дата там проходит. Это будет дата и точка.орг. Вообще делают точка.орг эти вечеринки. Просто такие промоутеры. А это будет коллаб полноценный. То есть туда я везу звук свой. То есть это будет... А что, а там звука нет, что ли? Или ты просто добавляешь? Нет, есть, но я везу Function One. То есть, ну, как датовский. Знаешь, типа, мы привыкли на нем играть, чтобы как бы уже... А, все. А, под дату, да. Все, типа, будет так, чики-пуки. Едет сабвейд. Главное поженить. Поженить? Ну, эти звуки. Их систему. Нет, будет только Function One. А, их отключаешь свое. Все, понял. Да, нам хватит мощности там небольшое пространство. Что еще интересного? Потом дата в рендоме. Да, потом еще я играю на алгоритме день рождения. Вообще, это февраль. А, алгоритм, да, я видел. Потом Владивосток. Тоже меня звали. Да. У Ани, респект, и всей команде. И потом... Потом пиратская станция в ювилейном в Питере еще. Сабвейд и я. Да, 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 я видел. Обычно, ну, как бы, Боба ставят сабвейдом, а тут вас поставили. Удивительно, на самом деле, как это все, как мы туда залетели. Ну, и время неплохое, 12 часов. Для нашей музыки, мне кажется, это идеальное время. Там уже дальше надо будет играть гораздо жестче. Мы сильно жестко не играем. Ну, да, да, да. Вот, поэтому прикольно получилось. Посмотрим, как там. Да нормально будет, что? Да. Слушай, так, этот, по релизам новенькое что-нибудь у вас уже... Да, смотри. Да, год уже там подрасписан прилично. Просто мы чуть-чуть боксанули из-за дизайна. У нас там дизайнер переезжает сейчас пока. И работу не брал уже 2 месяца. Ну, то есть, с вечеринками мы там заранее заготовки сделали. А по лейблу он пока встал, поэтому у нас сейчас новый дизайнер. Он сдает на этой неделе уже, там девушка Полина. И мы запускаем работу уже вот первой, там уже дальше пойдет. То есть, вот с нового года мы еще ничего не выпускали. Последний релиз был в декабре. Кто там был-то? Суперсоул. Суперсоул, да. Я, кстати, сегодня начну с сигнал, с заглавного трека с релиза. Ну, чтобы как бы так чуть-чуть. Причем каждый третчок там инклюзивный, новый. Нет, тут много будет вообще нового материала просто со всей сценой. Включая и датовский, конечно, релиз. Да, да, я понял. Да, и просто там то, что по промо приходит. Сейчас мне нравится, знаешь, январь, да я думаю, ты тоже замечал. Январь обычно такой месяц довольно проходной. Февраль и начинается прям все, жара. Да, все лейблы активизируются и вот сейчас прям промо сыпется. И я сегодня там поиграю и наших ребят, и не наших ребят. В общем, куча всего. Я причем этот, послушал ваш сборник на Яндекс.Музыке за 22-й год. Ну, ваш плейлист. Ага. Ну, вы в ВКонтакте выложили. Да, да, да. Слушай, но Яндекс там не полный, потому что, к сожалению, многие дистрибьюторы зарубежные перестали отгружать на российские... Так самому можешь заливать. Кстати, можно, я еще что-то не пробовал. Можно. Можно. Самое полное у нас в Спотифай и ВК еще мы ведем. Ну, это дубликаты, по сути. Там то же самое. Спотифай? А в Спотифай... Ну, там у кого... Да, на самом деле можно там аккаунты зарегать. Можно было это сделать еще перед закрытием. Там нужно было определенные махинации сделать. И аккаунт сохранился бы тогда. И у меня было два аккаунта личный и лейбла. Лейбла мы сохранили, а личный я просрал. Поэтому, ну, у нас сейчас один аккаунт лейбла чисто. Ну, как он лейбл? Он вообще-то как личный тоже, по сути. Там в Спотифай нет прям странички лейбла. Там есть Spotify for Artists. Я могу статистику там смотреть. И свой плейлист, да? Да, но именно вот как аккаунт публичный, это он одного типа. И вот мы его сохранили. Соответственно, у нас Спотифай работает. И у некоторых людей тоже он работает. То есть, люди все равно на Спотифайке, ну, наш плейлист слушают. Интересненько. Да, кто-то покупает. Можно купить подписку. Ну, знаешь, сейчас много сервисов всяких. Просто предлагают подписку. По сути, ты покупаешь аккаунт там иностранца какого-то, пустой. Ну, да. Да, и все. Используешь там год. Потом продлеваешь. Так вот. И если ты можешь найти этот аккаунт, если вообще ты сохранил как-нибудь аккаунт... У меня есть, но только я им не пользуюсь. Попробуй, попробуй. Просто через VPN нужно залогиниться. И там ситуация такая. Так как у нас сейчас все рекламодатели ушли, ты на бесплатном аккаунте не слышишь рекламы, слушаешь все треки, просто так. Все работает. Лайфхак от Юрки. Но, смотрите, Спотифай с VPN же работает. С VPN. Ну, там смотри, какая ситуация. Логиниться надо с VPN первый раз. Потом нужно, по-моему, 30 дней, что-то типа того, сейчас точно не помню, заходить просто так. Потом он тебя кидает и опять говорит, залогиниться. Ну, и логиниться нужно опять с VPN, с той страны, с которой ты залогинился. А, то есть, подожди, при каждом открытии программы... Не, раз в 30 дней нужно VPN включать, именно той страны, где ты зареган. У нас Германия. Мы вот как бы сейфер поставим, заходим. Все типа залогинились. И потом хоть каждый день просто так заходишь. Прикольчики. Да, такие дела. Ну, короче, ребят, добавляйтесь на Спотифай, Юрки. Да, там найдетесь, да, найдетесь. Data Selects. Ну, Data Selects вообще прикольная, на самом деле, идея. Она занимает прилично времени, потому что это не просто треки, это треки, которые я играю, которые, например, играют диджеи на наших вечеринах. Конечно, бит-парты учитывать, естественно. Да, я просто отслушаю, когда все релизы, я понимаю, что этот трек играл, например. Ну, Абстан, допустим. Там Subwave его играет, этот играет. Там кто-нибудь еще, Лайкс там, или не знаю кто-нибудь. И я это все просто отдельно записываю, что добавь в плейлист, добавь в плейлист. И потом вот эта вся такая куча, есть там 150 треков. Просто периодически. Каждый месяц мы не успеваем, ну, там раз в два месяца мы просто отгружаем, чтобы люди могли послушать, что мы вообще играем в клубах, собственно, и вообще, что мы себе представляем. Ну, да, 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 понятно. Вот какой мы звук продвигаем. То есть там не только дид, там разные треки. Да, я видел там, и вы добавили ремикс на Фрэнки от Ауди, неюрфак такой мощный. Ну, потому что Слава как бы наш друг, и вообще мы его саппортим. Ну, и в целом-то Ауди, ну, я всегда любил, что он делает, сейчас, конечно, чуть-чуть как-то так. Это понятное дело, но в целом, немножко вот этот вот трек отличается от общей массы вашего Санда, поэтому я такой, ну, есть там треки, которые немножко отличаются, такой, ну, прикольно. Потом мы еще добавили из тяжелого, по-моему, был коллаб Проликса, с кем-то там еще. Да, что-то было там такое, да, да, да. Ну, что-то так вот бывает, добавляем. Да, а ты сам-то чего музыку писать-то? Пока нет времени, Кирилл, вообще. Чувствую себя нормально в этом отношении. Ну, я уже тогда говорил, ну, прошло, ну, трекише, я помню. Я закрываю то, что у меня получается и то, что надо делать кому-то. Да, 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 да. Кому-то это надо делать. Все, пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь. Ну, сейчас вот. Давай, давай. Скоро запалю. Серьезно? И вытащу в сеть бутлег на Skrillex Rumble. Да, прикольно. Он будет бесплатный, бутлег, естественно, там. Сейчас очень... Все бутлетят, да, Rumble? Да, да, да. Просто пипец, но Drum and Brace не так много. Кто там сделал? Милбрук, Холли, драмстеповый такой ремикс прикольный. Да и, в принципе, все. Там особо драмбейстеров не рыпаются. Ну, и я свой выгуляю. Ну, понятное дело, что не хит. Давай, 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 не это. Ну, хотя бы что-то как-то. Не стесняйся, нормальная тема. Понемножку там, да, можно. Кстати, я тебе скину. Давай, давай. Может быть, тебе он зайдет. Он такой суховатый, знаешь, вот. Что-то между калибром и роллингом UK. Ну, интересно. То есть, ну, такой саунд. Я думал, что-то потяжелее. Не-не-не-не-не. Смотри, на самом деле я играю достаточно большой спектр. И, как бы, нельзя, наверное, ну, по моему мнению, нельзя обо мне сказать, что Профит играет там только нейрофанк. Только мы с ним. У тебя рейвовая подача все равно такая. Прямо. Ну, типа фестивальная. Да, такая. Смотря в какое время я играю. Если бы ты послушал меня утром, когда я закрываю ВДБ, или открывал там когда-то, блядь, там далеко не рейвовая. Там калибрики с дипчиком там связаны, ZROTY всякие там и так далее. Прикольно. То есть, блин, если я ближе к середине там играю, либо на приглашенный гость, там, грубо говоря, прайм-тайм на наших мероприятиях, ну, кто меня зовет, естественно, я там и нейруху, и мейнстрим. То есть, блин, я плаваю, да. Не помню, это же когда мы играли с тобой. У ребят, у Green Vibes. Да, да, да. Бейс Инстинкт, да, да, да. Вот там я, да, ближе к середине ночи играл, и там, естественно, такая танцевалка. Ну, были диповые вещи, я их люблю вставлять. А сейчас все равно ты в веянии такое, все равно даже джампап, он такой придипованный часто. Да, да, да. Бул, вот эта вся история, да, там. Хедексы всякие, там, голда. Хедексы, я, кстати, я люблю хедексы сейчас, мне прям нравится. И, ну, короче, как диджик. С Боу они вдвоем. Диджик, он очень-очень хороший. Прям круто. Симула. Мы, кстати, недавно обсуждали New School Jump Up с обоим Глебом, что нам нравится. Симул, да, очень крутой. Что, типа, вообще такое новаторство. Если, ну, действительно новаторство, это интересно слушать. Сто процентов. И мы это тоже, кстати, играем. Кстати, Симулу я играл трек в прошлом сете на дате. Ну, какой-то из не супер свежих, ну, просто, в общем, да, это игнорировать уже не получается. Вообще. Это очень круто. Ну, вот, Serum тоже. Serum, ну, куда без Serum, да, это, конечно. Вот это мне нравится прям очень. Я его, кстати, сам играет в клубах. Офигенный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА